Субтитры делал DimaTorzok На 63-й минуте элитарная позиционная атака удалась хозяевам. Галята выдержал паузу на правом фланге атаки и точно навесил на Журавлева. 2-0. Калачев по-капитански зарядил в перекладину со штрафного на 77-й минуте. Ух! Шпаковский на 82-й привез еще один пенальти. Неаккуратно сыграл против Журавлева. Точку реализовал Будько. 3-0 в пользу Ислычи. Уверенно и динамично. А вот в Слудск приезжал будущий обладатель трофея Неман. Уже на первых минутах Варакса пытался протолкнуть мяч ворота. В суматохе хозяева все же спаслись. Очень классная атака в касании получилась у Случан на 14-й минуте. Заключительный удар Дубенца засейвил Малиевский. Не вышло у Ильи. Получилось у Мельникова. Вратарь не зафиксировал подачу главого и форвард хозяев первым добил мяч ворота. Уже во втором тайме Ковалевич воспользовался ошибкой Павлюковца и в рандеву переиграл вратаря. 2-0 на 67-й минуте. Савицкий на 71-й ответил своим голом, но из офсайда. Счет остался прежним. Итог. Победа хозяев со счетом 2-0. Но мы-то знаем, куда после этого уехал Кубок, да? Витебляне удивляют своим прогрессом в конце первой третьей чемпионата. В матче против Нафтана Лисовский уже на 17-й минуте зарядил в каркас ворот. Звоночек. Через три минуты Масесов подал на Варданяна с правого фланга атаки. Карен перепрыгнул визави и головой отправил мяч в ворота. А затем Гирс, которого давно не было слышно, напомнил о своем поставленном ударе. Пушка на 39-й. Наслаждаемся. На 57-й Башилов плотно бил в правый угол. Вратарь справился, а добивание ушло на орбиту. На 64-й хозяева создали еще один момент. Неплохая комбинация, но Масесов до мяча не дотянулся после удара прострела Варданяна. Червяков на 78-й бил практически в упор. Хританович в этот день пропускать больше был не намерен. 2-0. Витебск рвется в группу лидеров. В Брест приехала торпеда на один из главных матчей тура с 9-тысячной поддержкой местной публики. Лях на 24-й простреливал на Корцова слева. Левицкий вовремя отработал в защите. Скавыш ответил на 38-й. Сильно бил в дальний. Казакевич справился. Корцов неудобно для вратаря бил на 46-й. Абрамович не сразу, но зафиксировал мяч. Кисляк явно должен был открывать счет на 49-й, но решил бить в касание и мимо. Этим воспользовался Скавыш, который через 2 минуты замкнул подачу Левицкого с углового. 1-0 в пользу автозаводцев. После этого гости сделали свою игру более компактной и довели матч до победы. И первого поражения Брещан в сезоне. Держинцы открыли воскресную программу тура на родном для БТ стадионе в игре против самих Борисовчан. На третьей минуте Игнатьев вовремя вышел из ворот и предотвратил удар Радиковского. 28-я минута. Арутюнян на левом фланге стреляет в район 11 метров, а там ловец внешней стороной стопы отправляет мяч в угол ворот БТ. Счет открыт. 32-я минута. Все становится еще печальнее для Борисовчан. Годяев ушел от жимо на границе штрафной и дал в дальнюю девятку. Это не берется. Был и третий гол Пушкарей, но его отменили из-за офсайда. Радиковского споймали в эту ловушку. Ну а БТ – ноль ударов в створ, ноль голов, ноль хороших новостей для местных болельщиков. Арсенал уезжает с заслуженной победой. Котировки говорили о том, что немногие верят в победу с Солигорцев в матче против Сморгони. Парни Суворова пришли доказывать обратное. Получилось ли? Джон на 16-й минуте в касание слету пробил Игнатович на месте, как и в моменте с лонгшотом Селезнева на 20-й минуте. Моменты были, но не по створу, и все изменил второй тайм. На 48-й минуте Джон головой замкнул подачу Гоевого с углового. Шахтер не сдавался. На 62-й минуте за еле уловимый контакт в штрафной рефери поставил точку. Денис Ковалевич не переиграл Новичкова в этой ситуации, но сориентировался на добивании и сравнял счет. Более того, хозяева забили и второй, достаточно красивый. В атаке вторым темпом Денисюк, положив корпус, наверняка бил слету, но попал ровно на ногу Сотникову, который вывел Шахтер вперед. Игнатович вытянул крутой удар после углового на 79-й. Помнил, после чего пришел первый гол. И все же жизнь главный драматург. На 87-й минуте Лукуман сравнял счет великолепным ударом издали 2-2. Воскресную программу тура закрывали в Минске матчем столичного Динамо и Славии. Быстрый гол, да еще и такой красивый, показал, ради чего болельщики пришли на футбол. Это Демченко получил мяч, убрал полоза на замахе и шедеврально подкрутил в дальнюю девятку. Ответ гостей заставил себя ждать всего 13 минут. Ложкин хорошо открылся на левом фланге атаки, вошел в штрафную и прострелил в район точки. Шимрук эту передачу конвертировал в гол 1-1. Славия забила и второй, но Залезкий сфалил в атаке и гол не засчитали. Впрочем, свой момент был и у Динамо. Это Гаврилович бил головой после углового. Козлов классно спас. 1-1. Справедливая ничья в группе лидеров. Программу тура закрывали в Могилеве, где Гомель пытался переиграть Днепр. Клочков начал нагнетать ситуацию уже на третьей минуте. Его удар ушел выше. Как и лонгшот Донго на 17-й минуте. ФАГ пробил в створ слету на 34-й. Вратарь на месте. Клочков проверил состояние каркаса в начале второго тайма. Крестовина выдержала. Генералов на 53-й вытянул сумасшедший удар Нурымбета. Клочков на 80-й бил в падении через себя. Из-за пределов штрафной. При этом бил красиво и очень даже хорошо. Но Клещук такое не позволит себе пропускать. А решилось все уже в добавленное время. Барсуков со своей половины отправил мяч на ИФАГЕ. Джуниор раскрыл парашют за спиной Генералова. Минимальная победа Гомельчан в красивом матче. На экране вы видите результаты 10-го тура Беларусьбанк высшей лиги. В промежуточной таблице чемпионата Торпеда Белас лидирует с 23-мя очками. Вторым идет Неман. Минск и Днепр замыкают группу с плюсом в графе баллов. 11-й тур начнется 30-го мая матчем Минской шахтера. Ключевым событием станет противостояние Немана и Брещан. Интересно посмотреть и на Гомельчан в Витебском. Расписание следующего тура на ваших экранах.